в предыдущей серии оба на что-то пошло не по плану пощадит ага фильмы не смотрели да я хочу тебя трахнуть вот этим как раз топором хрена его всосала пути пусечка какой я никогда не придам сигурда он ведь мой брат моя семья всем привет с вами 13 вольф мы продолжаем играть за нашего брутального мужика викинга в замечательной игре ассасин скрит вальгала и сейчас мы отправимся а куда мы отправимся мы отправимся выполнять вот это главное задание может по пути за скотчем вот этот красивую башню которую мы видели когда заплывали в наш залив не интересно что там находится ну то она просто находится сундучок олень блин он сейчас убежит у меня одна стрела но нет стой 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 не шевелись подожди голову покажи мне уже в ушах и хрен с тобой значит твоя судьба еще не пришла ладно чё там за башня хоть посмотреть как она выглядит и что в ней находится ребят вы кто вы откуда идете оттуда что ли вы кажется им на меня насрать а вот она и башенка ну давай загляну чё тут застава с я ленг и где-то здесь у нас какой-то ящик должен быть ну конечно обокрасть как шпи из этого не понял а это же тип который по ночам ходит лунатик который так и чё у нас здесь по любому где-то тут внутрях ну да наверху сейчас залезем посмотрим чё там как там серебришка никогда лишним не будет и чё и все это мать его все а я могу наверх за да нет мне не надо вот туда понятно а я чё и а а у на вот этой башне или чё это такое сосульками все обвешанное а я могу эти стрелы подобрать то счет беда со стада слава богу и как я по-твоему но нихрена придумали от у ну ладно чудит полезли ваши долбаны секретики в assassin's creed обязательно нужно куда-то лезть его ты кто же вообще придумал строить вот здесь на вершине родов хрень а как залазить на нее и чё я должен поле чуть не свалился нафиг и вот так вот оп ухты четко в сугроб и вот она наша награда ну еда у меня полная подожди это чё лестница смысле здесь была лестница но окажется не очень-то и рабочая да он нормально крепкий суровый упал даже ножки не сломал ну чё погнали тогда в нашу столицу так сказать посмотрим чё там как там и дорога туда есть нормальная да я так понимаю хрен ну ладно пришли мы нашу столицу на растерзание нашего батя приемного отца надеюсь у нас сильным ремнем то не будет бить женщина пойдем болтать должно быть они закончили он он велел подать лучший мед значит разговор окончен теперь можно заходить я готов к буре что меня ждет пойду к конунгу сейчас прекрасно конг стюрбер я передам твои слова племяннику думаю он оценит их мудрость что ж я на это надеюсь пусть тебе неловкое молчание подойди эйвор и объясни мне почему же ты ослушался моих приказов это насмешка не насмешка конунг я лишь хотел чтобы ты дал отпор врагам услышал голос разума ты ничего не знаешь о моем разуме как и о моих замыслах и стратегии сигурд понял бы меня может и так но все равно подчинился бы мне он знает свое место не так хорошо как знает отца представь что тебе угрожает враг чью войско значительно превосходит числом твое какая польза от войны не лучше ли избрать путь переговоров и поискать себе союзников дождаться пока перевес окажется на нашей стороне а победа у нас в руках нельзя вести переговоры то дипломатия просто трусость наверно с хищниками попробуем кетви не станет вести переговоры эти люди понимают только язык войны я всю жизнь ждал возможности вернуть своей семье честь отнятую кетви пришло время действовать мое время жажды мести ты не видишь дальше собственного носа это все я в растерянности его взяв тебя в свой дом я и не думал что сын варина может вырасти столь непочтительным твой отец был верен мне он был справедлив и умер чтобы могли жить все мы он умер как трус конанг со мной такого не случится зачем ты носишь на плечах такое бремя оставь прошлое думай только о будущем о победах которые ждут тебя моя честь запятнана я не могу думать ни о чем другом я не стану больше перейдить эту рану но если что-нибудь может разогнать мрак в твоих мыслях а что там его корабль уже у причала а побежали встречать братишку братишка братан брателла а братишка приехал да господи не тормози беги там брателла о боже а чё я как тёлка двигаюсь а ты просоленный викинг твоя борода пропахла дюжины королевств я только начал рандви жена моя твой муж вернулся так ты его жена привез дары и богатство для всех и новых друзей да спасибо и хайсов так вот они ассасины они открыли понятно как они сюда попали а зачем за приглашение и хотим почтить вашего конунга мой брат всегда тщательно выбирает себя спутников если он доверяет вам то вы ему по нраву оставь это на потом когда набьем животы пойду к отцу расскажу ему все самые настоящие ассасины и торговали с людьми чей корабль шел на юг они сказали что эйвора брата волка схватили люди кьетви они рассказали не все я убил тех кто пленил меня и спас своих за что твой отец отчитал меня ты знаешь что я думаю брат лишь война избавит наши земли от кьетви но конунг не согласен знаю знаю отец много думал как у него меч сегодня все решится обещаю концу зимы имя кьетви жестокого станет лишь пьяным ругательством все замолчали вам можно повосхищаться мечом с возвращением отец сегодня мы будем пировать в твою честь сигур столы накрыты ячмень и баранина хлеб и мед довольно прошу мне хватит и того что едят треллы позволь мне порадовать тебя я привез дары из далеких земель и после этих двух зим мне есть что рассказать хорошо хорошо заходи а когда мы будем сыты и довольны мы поговорим о кьетви о том как изгнать его клан раз и навсегда он давно нас преследует уже много зим срамит нас я знаю и эйвер тоже мы дадим бой да конечно когда придет время но мудрый же мужик на руси мы путешествовали по волге на руси на швыряли копья в наш корабль о это я походу в него кидал мы видели роскошные одежды яркие как биврест мы взяли их себе конечно мы побывали в риме в африке видели океан песка отрыгнул и невероятные красоты и вот я вернулся с богатствами и славой для семьи и друзей сидит такой живет холодом возьми себе все что пожелаешь ибо все это всего лишь начало завтра наш клан начнет новую жизнь сколь сигурд хрена там свинья здоровая идем у меня все пора ну пойдем ты иди женщина не ну конечно меня позвали что поделать а я сел есть вот ложку возьми и хрен не хочу ой тут со всеми поболтать можно давай поболтаем верно верно а ты эйвор да надеюсь наш пир тебя не утомил мы пьем также быстро как говорим вовсе ковырялся понюхал да что ж ты там такое нюхаешь не прикасайся к меду теклы спасибо за совет это будет не трудно такой ассасин ты бассим у тебя хорошая память а у тебя нет меда тебе налить сигурд много рассказывал о тебе называл своей правой рукой и славным не типичный предложил я очень рад знакомству я тоже бассим как ты познакомился с моим братом не так давно он прибыл в константинополь как он сказал мне за припасами но я не поверил люди с таким блеском в глазах всегда что-то замышляют думаю он хотел ограбить собор святой софии возможно не буду вдаваться в подробности нашей встречи но твой брат мне сразу понравился было в нем что-то что привлекало меня как будто вернулись утраченные воспоминания о старой дружбе люди тянутся к нему приятного вечера бассим ну пойдем брателлу что там хотел нам какой-то подарок я долго думал над достойным подарком и разжег мое любопытство брат что ты выбрал сначала мы выпьем за мою первую за две зимы и ночь форнбурга концу этой ночи я напьюсь так что буду ругаться с тенями троллей и ты хочешь чтобы я плыл с тобой по волнам меда деваться некуда дрэнк пей же ой синяки ты перебьешь даже тора у самой всего лишь от хлебнули чуть-чуть так мне следует уступить ты все это крепкий напиток решет крепкий не было брат ты не знаешь на что способен мед так вы у него новый вкус мне нравится я рад что ты вернулся сигурд да мне этого так не хватало когда я встретил басима я много рассказывал ему о родине тогда-то мне и захотелось поскорее вернуться при на том башка мамонта висела теперь твой подарок они были моими проводниками на своей родине в аббасидском халифате их клан связывают не узы крови а убеждения это тайное братство вершит справедливость по своим законам они открыли мне многие своих самых сокровенных тайм за что я им благодарен и теперь я дарю одну из их тайн тебе лучший подарок для лучшего из воинов окажется кто-то против а вот он и скрытый клинок а этим похоже недоволен похоже недоволен я не заслужил такой дар важны не заслуги эйвор важна преданность нашему кредо и обучение прошу я должен возразить это против наших правил скрытый клинок священную ок не предмет поклонения хайсом важен лишь разум того кто им владеет прошу пример клинок должен быть с другой стороны руки чтобы скрыть от взора цели я не хочу его скрывать и лучше я не буду повторять вашу ошибку пальчик потерять но все нравится это не ошибка а добровольная жертва чтобы доказать преданность хорошо уже какой-то сладенький тебе нужно научиться им пользоваться идем это не для посторонних глаз виде да скрытый клинок получено так мы идем куда-то тренироваться я так понял хрена ты факел достал у него есть но наше кредо обязывает нас не рассказывать посторонним слишком много возможно ты узнаешь но не здесь ибо у стен могут быть уши что ж буду ждать кредо ничто не истинно все дозволено где там сказано нельзя рассказывать основные приемы если уметь им пользоваться клинок разит с одного удара подходя к цели найди уязвимое место важно выждать момент вот наконец у нас и появилась внезапная атака отлично клинок необычайно острый цели бывают не ты по чучелу так понял не забывай об этом неплохо неплохо хочу всего пол хп нанеси удар с уступа внезапная атака с уступа это я умею хочешь испытания тогда прыгни на эту цель сверху на какую все еще будет сделано погодите ну да конечно бегать мы не можем зачем нам бегать чпоньк но удобнее же так скрытый клинок держать используя свое окружение спрячься в стоге сена например а это мы тоже знаем чё все присоединится к нам четко про мою маму охренел на или не говорил ничего а ты ты чё такой дерзкий слышь ты куда ты ты чё на меня так смотришь а на я слышу а ты ты чё ты ты видел как я его убил свидетель как тебя убить то вот так тебя убить она нахрен ладно пойдем дышать в них ощущается и благородство и угроза какой меч а еще у них есть знания цифры и письмо у них вместо волшебства бассим столько всего показал мне я поделюсь этим с тобой когда придет время я скучал по этому запаху ты вернулся навсегда или хочешь присоединиться к этому братству не думая об этом его сегодня мы снова одна семья важно то что здесь и сейчас наше родство наш клан и слава я скучал брат твою мы отвага нам их не хватало в последние месяцы ты мне льстишь брат волка а я и рад до самой вальгалы я буду рядом с тобой сигурд всегда этот фьорд стал слишком мал для меня или я вырос мы еще столько не видели за этими клыками скал англия ирландия земли франков зеленые пастбища ждут нас завтра мы пойдем войной на кьетви вернем отнятые им земли потом создадим королевство для нас я с тобой скажи только слово я рад отдохни и приходи на рассвете возвращение блудного сына нормальное задание норны все сказали ты предашь нет это не так не может быть очень боролся с судьбой это возможно ты передашь сигурда что блин с бородочина так дергается нет люди кьетви так и чё нам нужно сделать а еще уровень нам нужно этого хрена убить правильно я понял что в одиночку они не приходят поищу остальных готов так ну и нам нужно найти этих людей а вороной они туда нажал что видишь сюнин где-то здесь а а вот эти ребята как я понимаю а ну правая кнопка парение вот раз и второй вот вас ну все вроде больше никого нету пойдем их завалим убейте всех лазутчиков кьетви но это не сложно так как ним лучше подобраться а тут дофига места как ним подобраться свист ну блин этого во всех играх где есть стелс есть свист оба на такой затащил в кусты и убил блин прикольно ну и второй остался тоже до кусты должен что-то знать я просто зарезал ну пойдем расскажем сигурду мы ждем а кетви все сильнее у нас не хватит людей чтобы взять крепость кетви мы потеряем все уже потеряли отец если не отсечь змея голову яд будет травить нас капля за каплей этот яд уже просочился в наши воды о боги что случилось лазутчики но нихрена я в крови я даже не заметил не но он просчитался видишь все из-за твоих отсрочек мы должны ответить кетви они пришли из нотфала деревне что во власти кетви сожжем ее пока кетви не понял что лазутчики мертвы может есть и другие по еще пока ты собираешь дружину не нужно я отправлю туда хай сама он все уладит пока нас не будет нас ты собираешься с нами ассасинская поддержка нормально готовили к вальгале но это далеко не первый мой бой я не одобряю но мешать не буду взгляд убереги сигурда от той бури что преследует тебя пойдем воевать ну бай а это мне чё нужно будет куда-то так мне надо сейчас будет плыть за 3 9 земель ну ладно почему бы и нет погнали ребята давайте все на дракар да боже что ж ты туда-сюда бегаешь ё-моё русили искал а вы откуда взялись вас же не было или чего-то не знаю ну плывем ну что начнем налет на этих гадов а в бой да 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 во имя одина иди сюда на нет не надо блокировать а вот так тебе папа да нафиг на самом деле это у меня уже 50 попытка потому что блин меня эти бочки жесткие убивают поэтому я буду их уничтожать так кого-то там поджог братан ты чё здесь делаешь так убил еще одну повозку да ты охренел так меня чё блин и ну там нету огня почему я горю да что такое как потушиться то а я горю потухни потухни хватит гореть капец нет текстуры огня я горю это нормально вообще да ё-моё ну что ж ты так далеко ну ладно нате вам упыри блин лучниковские так мне найти где-нибудь хилки а то тут такая жопа с этим огнем вот он вроде нету да на самом деле он там есть а это вообще как-то некрасиво так сделали разрабы если честно забираем награду тут ягодка растет вообще пожри говна мешок дерьмо но тут все похоже на еду но я почему-то есть не могу так ассасин отойди от меня ну что ж и куда мы движемся все это время о враг конечно мы движемся к нашему врагу что что такая живучая то на тебе кстати ни хрена ты оттолкнул тут у нас кто тут у нас еще один о стрелы да вот чего мне не хватает так но в этот дом я пролезть не могу были я так боюсь этих бочек они такие жесткие тут тоже ничего нету еда то есть о дом мне бы с запасом да что ж такое не могу в дверь попасть чё это там что-то восклицательная горит надо помочь наверно братки ну вот это красиво это мне понравилось привести в чувство то есть я еще своих воинов чувство должен приводить ни хрена прикол то есть у них как бы эти ограничено мое количество солдат это я даже не ожидал а куда нам идти повозки какие-то сжигать я больше повозок а вон еще одна ну давай 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 а погоди ка она будет взрываться нет да почему я же блокировать пытался ты охреневший упырь со щитом ох ты нихрена у него там гитоганища опять опять да ну не хочу гореть как понять где здесь огонь еще стрел дайте мне отхилиться и найти себе побольше еды блин и тебя завалим готова оба на добыча не подбирать мне точно не надо но я так понимаю враги не бесконечно то это мать его было и кто к нам плывет чё тут у нас за корабль мы старались представься он не знаком встречался с твоим отцом не так хорошо викинги стрижены особенно это чувак по любому с лаком и когда нужно его посланник это не земли харальда зачем ему отправлять сюда воинов можешь спросить у него король спасибо дядя ты сигурд из клана ворона верно сын мудрого стюрберна да и ты стоишь на его земле харальд отвоеванный нами в кровавой битве вижу и чту вашу доблесть я пришел воевать не против вас а вместе с вами по просьбе твоего отца хитрый волк это то о чем он говорил я предлагаю помощь с моими воинами ваш клан возьмет крепость к йотви и наконец покончится этой распри добрая весть айвар преимущество будет на нашей стороне нам не нужны зачем тебе помогать нам тебе обещана доля война между кланом к йотви и вашим коснулась южной границы моих земель я хочу с этим покончить пока же в к йотви мира не будет зато с твоим отцом у нас во многом схожие взгляды это давняя вражда король мы рады помощи но вести должен я ясно для тебя это вопрос чести да много зим назад к йотви предал наших отцов он нарушил мир и многих убил я понимаю сигурд возглавит нападение на клан к йотви пусть отдает приказы моим кораблям и людям когда одержишь победу сигурд найди меня валерик стаде от празднуем ее вместе у нас будет сбор во флёрли у устья фьорда на северо-востоке пойдешь с нами погоди ты поведешь наш дракар эйвор мы встретимся там и получим голову к йотви брат а это интересно я не ожидал этого момента дай мне нанести к йотви последний удар конечно эйвор ты заслужил эйвор нам нужна помощь кароль чедра нам помогает я бы так не стал не ясно что он задумал он либо юный глупец либо просто хочет казаться им как бы то ни было чувствую эта война скоро закончится а мало нормально сказал ну что давайте выполним это жесткое задание где будет замес насколько я знаю и у меня снова уровень ничего вкачаемся побыренькой лежат трупы блин а в одном добыча нормально а во втором тоже есть пойдемте так а где наш где наш брателла где-то здесь наверху сидит о ассасины стоят чего-то ждут ладно пусть ждут идем что-то от нас хотят здесь ну давай ты пропустил начало лагерь к йотви растаял как снег по весне когда мы пришли отсюда начнем наступление да отсюда и мы уже готовы воина харальда на своих местах только дай приказ да но прежде у меня есть просьба слушаю позвольте эйвору бросить вызов к йотви у ворот крепости бой насмерть один на один ты хочешь этого к йотви отнял у моего отца честь и славу я их верну вопросы чести каждый решает сам если к йотви умрет до начала битвы тем лучше для нас хорошо давайте прикончим к йотви сегодня мой клинок как острые ножницы скульт обрежет нить судьбы к йотви хорошо сказано воин скальт надеюсь мы услышим как об этом сложат песни эйвор поговорим да конечно побазарим это не ваша война но вы сражаетесь это странно странно потому что ты не прав наш клан незримые веками вел борьбу против ордена к йотви вы прибыли к нам чтобы убить к йотви он тамплиер да вы серьезно чтобы хайсом мог его убить мой ученик уже много месяцев изучает свою цель слава к йотви в других землях так велика не его слава а слава ордена в котором он состоит орден это клан враждебный нашему хайсом не хочу проявлять неуважение к незримым но к йотви убью я от этого зависит честь моей семьи понимаю важно то что к йотви сегодня умрет этого хотим мы все ну будем убивать к йотви а к йотви это же это да большой тут или какой он там мужик который которому я обещал топор впихнуть по самые гланды так и сделаю вот он красавчик это мой бой к йотви сигурд пришел лишь посмотреть как будет пировать мой ворон вы гляньте брат волка похоже снова попытается закрушить меня это позор моего отца но я верну честь что ты вот этот топор я вызываю к йотви ты будешь просить пощады как твой отец брат волка ты че блин кулаками со мной будешь драться ну ладно расрушил моя жизнь я заберу твое ну что друг помнишь этот топор я специально для тебя его подукрасил давай ну давай че ты че ты ничем там я хотел по ушам Ты нахрен такой сильный? Тебе еще нужно впихнуть ему топор. Оба-на, хреная колдун. Оба-на. Я пролью твою кровь! Ну ладно, давай еще разу. На, вот такой красивый у меня топор для тебя. Да что ты бегаешь? Успокойся. Ха-ха-ха, что происходит? Все, ты нормально? Все у тебя хорошо? На. И на тебе, на тебе еще, на тебе красоту, смотри какой. Я для тебя топор подготовил, на тебе еще, на. Че, еще, еще хочешь, да, от меня? Не получилось заблокировать? На тебе простыми атаками, я тебя захреначу. И все, что ты способен, да, говнюк? Оба-на, упал. Ай. На тебе мощное. Во, батин топор. Или не батин? Какой-то маленький топор. Опять начинаем побегушку. Ну давай. Ай. Да ты че такой хитрый-то, а? Отпусти меня! Куда потащил? Тебе тишь, садяться нечем. Я, конечно, от тебя ожидал большего. Ты, братан, нахрена ты это делаешь? И че, Хайсон того или не того? Ладно. Продолжим наш танец. Ты че? Ты зачем его взял? Ай-яй-яй! Ты нахрена мне мужика кинул? Охренел? В смысле уловка? Я не хотел этого. Он сам на тебя напал. А теперь моя очередь. Ты махальщик сраный. Да я все равно тебя одолею. Это что за атака? Че ты? Че ты машешь рукой? Да я сильнее. Какой бы ты здоровый не был. Что такое? Что? Почти получилось меня победить, да? Хрен там плавал. Иди сюда. Все, я уже близок к тому, чтобы насадить тебя на мой топор. Так. Это было легко. Ты хочешь видеть, как топор будет мой работать? Все ради... Что, мать его, происходит? Ради твоего отца и его бессмысленной жертвы. Узри плоды нашей войны, Эймор. Урожай трех мертвых поколений. Имена неизвестны. Все бессмысленно. Нет. Мой клан не будет забыт. Вот это он пророс. Я бился как мог. Я сделал все, чтобы выжить. Ведь я знаю, что ждет нас в конце пути. Одна лишь тьма. Ух ты ж, как жутко-то это. Шо это за хрень? Внутри него была. Странно он еду ест. Кажется, кому-то я буду лещей раздавать. Толку плачен. Открой ворота, и мы тебя пощадим. Иди валяйся в дерьме. Лучники, цельтесь. Вороны, убить их всех. Ну, в атаку. А как мне в атаку? Че надо делать? О, лестницы. Я знаю. Сейчас будет как властелин и колец. Давай, подымай лестницу. Да, господи, какой ты тормоз. Давай, а меня наверхушку? Ну, ё-моё, я хотел быть чемпионом. Это что такое? Ну, блин, ну что ж я такой гадкий. Просто издалека. Ты че, охренел? Это че сейчас было? Да, блин, как далеко хилка та кнопка. Ну, давай с тобой помиримся силами. Да то что ж ты так... Долго замах... Как с тобой драться? Ты замахиваешься, как идиотина. Ну, у тебя сильная атака. Так, готов. Кто там следующий хочет со мной подраться? Давай тебя. Нефиг наших. Мне кажется, или в меня кто-то стрелять собирается. Ну, не собирается, а в принципе стреляет. Вон какой-то хрен не наш. На тебе. А вот у меня вопрос. Хилки тут есть? А, погоди, братан. Мне там надо это, открыть ворота. Я вспомнил. Офигел. Хотел меня... Вот так вот. Ты свой? Такой подошла и киданул. Давайте ворота откроем. А, то есть я еще и сам должен открыть. Охрененно. В бой моего... У меня такое большое войско, что это просто ужас. Один с нами! Откроем на стену и открыть ворота. Ну, остается только в него и верить, блин. Сейчас ягодки соберу, а то там замесы жесткие. Все же собрал. Вроде все. Ты в руках Одина! Что вы, твари? С двуручными топорами! Всех нафиг убью. Перебью. Гэдов. Да е-мое. Ступенька стала для меня большим препятствием. Я босса только что завалил. Ты куда, блин? Еще один. Эй, летчики! Добивание. И тебя добьем. Жуткие. А давайте попробуем с двуручкой, как это будет смотреться. Так, враг. Мне нужен какой-нибудь. На! На! Ох, красота. Следующий. На! На! А просто с двух ударов убиваю. Меня почему-то начали фокусить чертовы лучники. Которых я даже не вижу. О-о-о! Это такое несущее горе. Он мне, я чувствую, горе принесет еще то. Не, мне кажется, с двумя топорами было лучше. Ну нафиг такое счастье. Братан, нафиг ты наше... Да кто в меня стреляет-то, а? Так. Готово. Где он стреляет? Не могу понять. Стоит такой, накидывает мне со стены. О, тут еда должна быть. Я вижу, тут тепло, очаг. Вот и еда. Все, я готов. Там какой-то большой дядька, его надо валить. У меня стрела в жопе. Готово. Мне кажется, они бесконечные. Пока падал, я его добил. Где этот дядька? Вот он тут хрен. На тебе в лицо. Че ты меня кину, че ты хотел? На тебе еще. Раздроблю твой череп. Сейчас я тебя сам раздроблю. Все, отец. Вау, ни хрена ты какой. Я тебя убью, гада. На. А вот и все. А вот так тебе. Мелковат. Так, а сейчас мне куда? Наверх, что ли? Сейчас мы вскроем ворота. Блин, у меня до сих пор стрела в жопе торчит. Почему так? Добивание. Следующий. Теперь тебе. Вот тут хилка. Да блин, почему не заблокировалась атака? Ты, ты, говно. Коса. Ты ненавижу вас за вот эту фигню. Ты стоял, стоял, думал, да? Погодите, погодите. Не стреляйте. А я не могу отхилить ни хрена себя. Пускай им наших... Меня просто в спину завалили. И как мне вот воевать? Там их так много, я этих лучников терпеть не могу. О, я вскрыл как раз ворота. Нормально меня сохранило. То следующий. Тебя вальнем. Ты своим тут топором мамашешь? Вот так тебе зарубили. И тебя зарублю. Ой, ты откуда взялся? Фигел совсем. Еще один. Да откуда вы беретесь? Сколько вас надо убивать? Еще один. Вы что, бесконечные что ли? Сколько я буду вас убивать? Ё-моё. Вы гоните? О! Неужели? Кончились? Давай! Вы здесь тоже такие же гадкие? Да бью тебя, блин, своим сраным гигантским топором. Офигел совсем. И где наш слабый говнюк? Готов. И тебя, да. Вау! Что это было? Вот это я смачно ему голову отрезал. Так, этот хрен был тут. Ну, луком шмальнивремо. Это да. Тень своего отца. А отец у него ни слаб, ни глуп. Я шо, завалил там в 3 секунды? Где он? Куда он? Почему он? Неужели он сюда побежал? Хрена он шустый, уже на лошади убежал. Его отец умер дважды. Я один раз его убил, не надо. Ой, какая красота. А в какую сторону мне... Ничего себе! Пусть трус уходит! Ну, еще скажите мне, что я не ассасин. Эйвор! Дыхание битвы на моем челе. Эту ночь... Челе? А что такое чело? Мы выиграли битву, но Горм сбежал. На север, во владение Харальда. Пусть бежит этот побитый поросенок. Его отец мертв, а клана больше нет. Руге Фюльке принадлежит нам. Без зуба щенок может стать свирепым волком. Эйвор, постой. Послушай. Ты вернул себе честь. Радуйся победе. Завтра мы будем праздновать. Ты прав, брат. Ты всегда прав. Гуторм! Отправь весть о нашей победе своему племяннику. Я уже сделал это, Сильборт. Он будет более чем доволен. И пригласит вас на свой альтинг, Валерекстаде. Скажи, что мы придем. Распаленные, с песней слабы на устах. Води дружбу с королями, и у тебя будет корона. Если так угодно, Норном. Возьми здесь все, что сможешь взять. Я доставлю отцу... Да я так и сделаю. Прежде чем он отправится на альтинг. Лутация, это мое второе имя. Знаю, Асюнина. В другой раз. Ну что, вот такая захватывающая битва у нас сегодня была. И топор настиг свою цель. А с вами был 13 Вольф. Не забываем подписываться, ставить лайки. Всем добра. Че ты ржешь?